Здравствуйте, друзья! Я на канале Двойная Порция. Многие просили найти бруски дешевые, типа а-ля советские, для заточки ножей. Что мы, в принципе, и сделали. Погнали их тестировать! Специально для этого видео я заказал бюджетный камень. Нож, как вы видите, нифига не режет, потому что точили мы его на плохой точилке китайской, которая нифига не точит. Вот, сейчас попробовал заказать обычные старые, так сказать, камни советских времен. Заказывал все на Яндекс.Маркете. Ссылки оставлю в описании. Здесь что-то с чем-то. Вот, что мы с вами видим. Вот такая вот штучка. Энкор. Брусок доводочный. Для стамесок написано и ножей. Для заточки и правки. Оксид алюминия. В хозяйстве пригодится. Зернистость 240. Камушек, на самом деле, по виду был, по фотографии, гораздо больше. Ой. Сейчас мы его и посмотрим. Так. Ну, что я могу сказать? Хоть и упаковка была хорошая, но камень до нас не дошел. Ну, так сказать, в целости и сохранности. Продавцу нужно пересмотреть свою упаковку. Это очень и очень плохо. То есть, нормальные заточки тут уже, в принципе, и не получится. Точить. Точить вот так вот на куске камня, конечно, такое себе. Но, нас это не остановит. Камень мы, конечно, попробуем использовать. Попробую наточить вот на таком вот кусочке. Маленьком. Дава посмотреть, работает он или нет. Для начала мы с вами камень обязательно замочим в воде. Смотрите, как он быстро впитывает влагу. Все. Уже и напитался. И больше-то, наверное, и не нужно его размачивать. Очень, очень и очень быстро впитывает влагу. Вот видите, какая коробка бы не была хорошая, надо заматывать все в пупырку. То есть, вот так вот приходит покупателям камень, и он совершенно не годится для использования. Придется нести обратно. Нет, двумя не получится, потому что рвет, так сказать, кромку. Я не буду использовать никакие упоры, подкладки для угла. То есть, сейчас я попробую вот так вот на 240-ом. Посмотрим, что из этого получится. Камень очень сильно крошится, очень такой мелкодисперсный. То есть, прям грязи с него вываливается целая куча. То есть, для финишной заточки, как указывает производитель, для доводки данный камень навряд ли годится. То есть, вот такая вот риска на кромке. То есть, камень недоводочный, камень обдирной, так сказать. Потому что данным камнем заточить что-либо хорошо точно не получится. Для домашнего использования, для хозяйства, так вот подточить по-быстрому какие-то не очень хорошие ножи, которые не жалко можно. В целом, использовать данный камень для заточки ножей. Для нормальной заточки ножей, я думаю, нецелесообразно. Я, прям, так сказать, расстроен. Потому что я возлагал большие надежды на данный камень. Потому что стоит он копейки, там что-то около 200 рублей, там 170 или около того. И по отзывам было все хорошо. Но, как показывает практика, данным камнем наточить что-либо толком не получится. Пилит. То есть, вот, посмотрите, вот он не режет. Он, как бы нож-то заточился, да, угол получился, все нормально. Но из-за того, что кромка такая вот прям необработанная, хорошо, и бумагу можно не резать, а пилить. Для домашнего использования, конечно, нож подойдет. Он режет и будет резать и бумагу, и мясо, и все что угодно. Но, для фанатиков острых ножей, допустим, как вот такие вот ножи Самура, да, те же самые, не реклама ни в коем случае. То есть, вот, они режут вот так. Не рекомендую к покупке данный камень. Ссылочки на нормальные камни оставлю в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставь лайки и пиши комментарии. И не покупай всякую непонятную ерунду.